В Зайсанском районе Аяулом Бахатхазы и Нагима Тухтарбекхазы занимаются разведением перепелов. Одна из главных причин именно такого направления предпринимательства – высокий спрос на полезный продукт. Как развивается крестьянское хозяйство Алтензер Экоферма, расскажем в следующем сюжете. Разведение перепелов – выгодный бизнес-проект, говорят молодые предприниматели, поскольку спрос на продукцию растет с каждым днем. На сегодня в хозяйстве насчитывается 1500 перепелов, из них 500 выращивают на мясо, а тысячу разводят для продажи яиц. Мы привезли инкубационные яйца перепелов из города Алматы. Своим делом начали заниматься с подругой Аяулом в ноябре. На сегодняшний день наши перепелки дают ежедневно по 800 яиц. Нашу продукцию натуральную мы отправляем в Усть-Каменогорск, в Курчумский район. У нас уже есть постоянные покупатели и заказы. В последнее время все чаще рассказывают о пользе для организма мяса и яиц перепелов. Особенно полезно употребление яиц в сыром виде при различных заболеваниях – желудка, печени, почек, сахарном диабете, кишечнике и хондрозе. Продукцию наших птиц употребляют люди с сахарным диабетом, с язвой, с ослабленным иммунитетом. Наша продукция также пользуется спросом у граждан, которые заботятся о своем здоровье. Ведь в мясе и яйцах содержится большое количество витаминов, полезных для здоровья человека. 2024 год объявлен годом казахстанского туризма в Китае. Это решение было принято благодаря двустороннему соглашению в ходе официального визита президента страны Касымжумар Токаева в Китай в прошлом году. Сотрудничество в сфере туризма имеет большие перспективы, поэтому немало зайсанских предпринимателей развивают туризм в районе. Благо, у региона имеется для этого ресурс и большой экономический потенциал. Жительницы зайсанского района Альфия Нургалеева вместе с сестрой первыми открыли здесь турагентство. Предприниматели предлагают заграничные туры, а также направления внутри страны, которые пользуются не меньшим спросом. Среди граждан есть большое количество желающих отправиться в путешествие по сакральным местам Восточно-Казахстанской области и полюбоваться красотами казахстанской земли, говорят предприниматели. Мы открываем дверь во все страны. Таиланд, Турция, Египет, Вьетнам. Мы не ограничиваем этот список, куда человек хочет поехать, он сам выбирает. Учитываем все пожелания клиента, смотрим, что ему нужно, что понравится, что он хочет. Все это учитываем и основываясь на пожеланиях клиента, мы подбираем тот тур, который подойдет именно к нему. Чтобы он отдохнул так, как он хотел, был доволен. Кроме того, в этом году в Зайсане открыл свои двери учебный центр «Роботикс». Руководитель центра Куаныш Кабдарасылов проводит лекции для детей по развитию сферы IT и основам робототехники. Социальная инициатива реализована в рамках проекта «ЖАЗ-Проджект». Сейчас в центр приезжают школьники в возрасте от 5 до 15 лет и совершенствуют свои знания в области цифровых технологий. Мы начинаем с простых заданий и несложных машин роботов, которые, например, выполняют только одно действие. С каждым уроком возрастает уровень сложности. Например, у нас есть один робот, который ходит только вперед. Другой робот уже видит препятствия перед ними и может обойти его. Также умеет определять цвет. Роботы могут участвовать в специальных конкурсах, а главное, можно их программировать на определенные действия. Предпринимательство в Зайсанском районе активно развивается. Успешные бизнес-идеи находят поддержку у государства, а также служат вдохновением для тех, кто только мечтает открыть свое дело.